Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Эдуард Жозеф Донта, французский художник в классических традициях, был широко признан и добился успеха. Я цитирую википедию. Родился Эдуард Жозеф Донтан 26 августа 1848 года в Париже. Его дед, участвовавший в наполеоновских войнах, был скульптором по дереву. Его отец и дядя тоже были известными скульпторами. Донтан был учеником Исидора Пилса и Анри Лемана в высшей национальной школе изящных искусств Парижа. В возрасте 19 лет он получил заказ на большую фреску с изображением Святой Троицы для хосписа Брезенна Марен. Первой выставкой Донтана в Парижском салоне был эпизод разрушения Помпеи в 1869 году. Франко-прусская война прервала его работу и он поступил на службу в силы обороны. Ему присвоили звание сержанта, а позже повысили до лейтенанта. После военной годы Донтан листавил в салоне ряд картин, в том числе Геркулес у ног Амфалы, Смерть Тимофана, Нимфа Салмацина и т.д. Продолжал выставляться в салоне до 1895 года. В 1890, 1894 и 1895 годах был членом жюри салона. В течение 12 лет спутницей Донтана была модель Агастина Сигатори, которая также позировала таким художником, как Жан-Батис Каро, Жан-Леон Жером и Жен-Дила Круа и Эдуард Мане. В 1873 году она родила Донтану ребенка, Жан-Пьера. После их расставания Агастина открыла кафе в Тамбуре на бульваре Клиши, который стал местом встреч художников. На выставке Национальной школы изящных искусств 1870 года Донтан получил почетные упоминания за свою работу на Римскую империю. В 1874 году он получил медаль третьей степени за свою картину, изображавшую монаха, врезающего Христа из дерева. В 1880 году он получил медаль второй степени за свою картину «Уголок мастерской». Получил золотую медаль на Парижской выставке 1889 года, и ряд его картин были куплены французским государством. Работы Донтана следовали академическим традициям живописи и были высоко оценены его современниками. Описывая картину, на которой группа моряков следует за священнослужителем, идущим благословлять море, критик в 1881 году писал. Он написал страницу, перед которой верующие и скептики должны приподнять шляп. Ни в коем случае не ограничился одним жанром. Среди других картин того времени была картина его матери на улице в инвалидном кресле, печальным лицом, постаральный портрет молодой блондинки в синем платье, полной жизни, и бедного моряка, ужинающего в своей убогой хижине куском хлеба с луковиц. Сначала его сюжеты были в основном взяты из классической мифологии или религиозных сюжетов, как это было принято в то время. Позже он создал ряд картины со сценами из культурных мастерских, знакомых ему с детства. Также писал портреты. Донтан проводил лето в Виллервильде, где он и умер 9 июля 1897 года, когда экипаж, к которому он ехал, с силой врезался в деревенскую церковь. Ну вот так вкратце о французском художнике, который работал в классических традициях, Эдуард Жозеф Донтан. Пока-пока, до свидания, смотрим Работа. Редактор субтитров А.Семкин